Первый для Воронежа инклюзивный бал «Встреча Эпох» прошел 4 декабря. На подготовку к празднику ребятам потребовалось два месяца и 13 репетиций. Занятия проходили в парусе надежды. Выучили 10 танцев. Сегодняшний вечер для них стал необыкновенным. Люди с ограниченными возможностями доказали себе и окружающим, что могут многое, например, танцевать. Примером послужил самарский проект. Инклюзивные балы там стали ежегодными с 2014 года. Мероприятие объединяет людей с различными формами инвалидности. Инициатор инклюзивных балов России – лаборатория современной культуры при поддержке президентного фонда культурных инициатив. Ребята буквально блистают. Торжество готовили заранее. Искали костюмы, покупали их или брали на прокат. Дмитрий Игнатов не пропустил ни одной репетиции. Говорит, танцы поднимают ему настроение. В 18 лет он потерял зрение. Миром для него тогда стала собственная квартира. Теперь, благодаря таким проектам, границы расширяются. Прежде всего, просто выйти из дома, чтобы не сидеть дома. В четырех стенах. Самое главное. Потому что для нас, для инвалидов, вот особенно я незрячий, как-то сложновато часто выходить из дома. Звуковые светофоры, тактильные дорожки. За всю страну не могу сказать. В нашем городе этого всего нет. Автобус сложно найти на остановке, если стоишь. Добираться до репетиции обратно Диме помогали автоволонтеры. На самом деле, это самое сложное. Организовать сопровождение таких людей. Если не находятся желающие, готовые помочь добраться, ребята остаются дома. Людям с первой или второй группой инвалидности зачастую очень сложно самостоятельно выйти в магазин за хлебом. Не говоря уже о чем-то другом. Я танцы живу. Мне нравятся танцы. И движение мне нравится у нее. Открывали бал танцем полонез. Это торжественный танец шествия. Времени на подготовку было немного, но ребята сильно старались и к мероприятию подготовились. На самом деле, это было сложно. Найти зал в довольно большой площади, да еще и с доступной средой. Потому что у нас танцоры наши на инвалидных колясках были. Но помимо танцев, мы, конечно же, еще готовили себе наряды. В этот процесс были включены не только участники, но и их близкие, знакомые, друзья. Это был такой тоже очень волнительный момент. Ну а параллельно шла работа за кулисами, то есть невиданная для основных участников. Это вот наша команда. Мы договаривались с залом, с визажистами, с парикмахерами, с фотографами, с фуршетом. Смысл задумки – сделать радость и красоту от бальных танцев доступными для всех, чтобы у каждого была возможность научиться танцевать, ощутив атмосферу праздника. Вначале, рассказывает Екатерина Качалиная, на репетиции ходило немного людей, зато уже в ноябре желающих записаться стало столько, что уже поняли, что не хватает зала. И регистрацию для участия пришлось закрыть. Не каждый обычный человек, скажем так, условно здоровый, решится выйти, да, танцевать на танцполе. Потому что мы же стесняемся, мы не умеем и так далее. А тут человек с особенностями, которым как бы по состоянию здоровья, да, не предписано танцевать. А он идет и танцует. Он поверил в себя, этот человек. Он решил, что он сможет. Организатор балла Екатерина Качалина надеется, что инклюзивный балл станет ежегодным и будет доброй традицией для людей, которым так нужна забота и внимание, чтобы почувствовать себя счастливее. Галина Жукова, Олеся Лисек, Валерий Бобкин, 41 канал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова